Еще не все потеряно. Хоккейный клуб Челны борется за выход в плей-офф. Год начался с выездных игр в Челябинске и Екатеринбурге, которые наши провалили. Надежда была на домашнюю серию с Тольяттинской лазьей. Однако в первом матче наши проиграли со счетом 2-5. Но праздновать победу гостям было рано, ведь уже через сутки вторая игра. 2-0 в хоккее – не преимущество. Недолго радовались болельщики челнинской команды. Отрыв две шайбы, во втором периоде гости отыграли, демонстрируя коварство и скорость этого вида спорта. Надо отметить, что реализовать большинство получалось и у тех, и у других. Нарушений было довольно много. Что еще нужно трибунам? Потасовки, голы и надежда на победу – все это было. Вячеслав Платишкин обхитрил защитника, запутал вратаря и шайба в сетке. Гости не подозревали о том, что этот гол запустит атакующий механизм челнинцев, да так, что до конца второго периода хозяев уже было не остановить. Чтобы попасть в плей-офф, проигрывать больше нельзя. Надо все выигрывать, и чтобы соперник проигрывал. Ближайшие – это Оренбург, Олимпия и Молот. То есть вот эти три команды, скажем таки, наши непосредственные, кого мы можем еще достать, наверное, да? Надеюсь, будем брать очки и постараемся как-то залезть в пэп. Для этого нужно играть примерно так же, как во втором матче с Ладьей. До третьего периода челнинцы отличились еще дважды. Сначала шайбу забросил Артур Зайнуддинов. После Вячеслав Платишкин оформил дубль. 5-2, чем не реванш. Концовку хозяева провели в обороне. Гости сумели забросить одну шайбу, но не более. Команда вся понимала, что это очень важные игры сейчас. Можно сказать, игры за плей-офф идут. Хорошо начались сегодняшнюю игру. Вчера провалили. И вовремя смогли забить. Две шайбы Слава забил вовремя. Потом уже пошло. А третий период смогли сыграть хорошо в защите. Бороться за выход в плей-офф челнинцам придется пока без капитана. Альберт Гатин получил травму. Кстати, именно этого хоккеиста приняли в сборную команды конференции «Восток» молодежной хоккейной лиги. 1 февраля в Нижнем Новгороде он вместе с остальными избранными встретятся со сборной конференции «Запад». Ну а ближайшая домашняя игра уже в эту пятницу. Соперник – «Белые тигры» Оренбург. Егор Орлов, Эльнар Мустафин, РНТВ, Набережные Челны.